128 тысяч россиян призовут на военную службу в период с 1 апреля по 15 июля. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. В прошлом году отправились в армию на 14 тысяч призывников больше. Сокращение связано с увеличением доли профессиональных военнослужащих по контракту, пишет ТАСС. Продолжается призыв и в специализированные подразделения. Гордость Междуреченска Антон Бойко будет служить в президентском полку. Сколько кузбассовцев отправятся на службу? В Кузбассе на службу призовут почти 2000 человек. 75 междуреченцев отправят в ходе весенней кампании в армию. Ребята идут от Дальнего Востока до Калининграда. Поэтому все воинские части, какие есть на территории Российской Федерации, везде представители наши есть. У нас в городе Междуреченска идет один товарищ для проходения службы. Он уже прошел предварительный отбор в основной состав в президентский полк. Антон Бойко планировал стать летчиком. Но в этом сезоне не поступил и решил пойти в армию. Именно он будет проходить службу в кремлевских войсках. Нужно иметь хорошее здоровье, рост подходящий, спортивное телосложение, ну и жизненную цель какую-то поступить на летную, гражданскую авиацию на пилота. Конечно, от города ехать в президентский полк это очень почетно, очень меня воодушевляет. С каждым годом число уклонистов уменьшается. Желающих пойти в армию растет, отмечают в военкомате. В этом году отмечают столетие со дня создания военных комиссариатов. Перед организацией стоит широкий круг задач. И это не только призыв на срочную службу. Помимо этого мы занимаемся воинским учетом, отбираем граждан мужского пола, и сейчас начали мы девочек отбирать, военные учебные заведения. Набираем на военные службы по контракту. Также мы контролируем техническую готовность автотранспорта организаций, участников. 40 специалистов военкомата ежедневно решают вопросы обороноспособности нашей страны. В честь юбилея наградили ветеранов службы и действующих работников. За сотрудничество грамоты отметили главного редактора телеканала «Июнь» Анну Саустову. Междуреченские знатоки приняли участие во всероссийском синхронном турнире игры «60 секунд. Железный кубок». Представители самых разных городов и не только России – Берлин, Чита, Кипр, Москва, Рязань – выяснили, кто же самый умный. Междуреченцев ожидало необычное нововведение «Матрица». Перед игрой команды ответили на 30 вопросов. На каждой всего 20 секунд. Затем игра шла по стандартным правилам. Вопрос – минута на размышления. Турция «Де Ной Баунтен» авангардная группа известна тем, что для записи своих песен извлекает звуки из объектов, найденных на улицах Берлина. В тематическом интернет-сообществе фотографию группы сопроводили цитатой из произведения 1913 года. Назовите автора этого произведения. «Время – 10, 9, 8. Маяковский. А вы «Ноктюр» сыграть смогли бы на плете водосточных труб?» В результате первое место заняла команда «Х». Пятый год подряд в Междуреченске выступают баянисты из Новосибирска «Сибдуо». Андрей Бетюцких и Александр Сироткин в первой половине концерта исполнили классику. Вторую часть посвятили народной и джазовой музыке. После провели мастер-класс для учащихся народного отделения. Во дворце культуры Распадский состоялся отчетный концерт студии «Трафик». Телеканал «Июнь» организовал прямую трансляцию. Все, кто не успел купить билеты, могли насладиться танцевальным шоу прямо дома. Коллектив представил спектакль по мотивам Ромео и Джульетты. Полную версию вы сможете увидеть на телеканале «Июнь». Следите за новостями.